Музыка Всем доброе утро У меня на руках малыш Поэтому вот так вот близко я снимаю Че у нас? Час дня уже почти Сегодня Алишер чуть не проспал на работу Я вчера не уснула вечером В 11, когда малыш лег И в итоге, когда мне захотелось спать Ему захотелось проснуться, поэтому я легла в 3 часа ночи Клево Сегодня должна приехать мама Я ее жду, она приедет в 4 Ну, естественно, сейчас час, еще 3 часа есть Я надеюсь, что за это время я успею Помыть пол У меня гениальные планы А все остальное, что я хочу сделать, это за компьютером Поэтому я смогу это сделать, даже если малыш будет на руках Он пока не особо хочет спать, как обычно по утрам Потому что вы спосы за ночь Ну и ладно Потом гулять пойдем, он и вырубится Смотрю сериал Поскольку этот, отель «Леон» выходит достаточно редко, скажем так Я смотрю, как я стал русским Я этот сериал не видела Мне нравится, я уже добралась до 7 серии Просто я его включаю И параллельно делаю еще много других дел Там, фотографии разбираю Отвечаю на письма и так далее Поэтому у меня как бы крутится, крутится и крутится Поскольку нету таких занятий, на которых нужно полностью сосредоточиться Вот, поэтому сериалы, сериалы Какие еще есть сериалы такие легкие, комедийные? Что посоветуете? Потому что я чувствую, у меня будет время посмотреть их Я еще хочу посмотреть фильм «Землетрясение» Который сейчас идет в кино Но его в интернете нигде нету Я уже распрощалась с мыслью сходить в этом месяце в кино Поэтому я ищу где бы его посмотреть Вот, надо посмотреть всякие платные онлайн кинотеатры Скажем так, может, я где-то за деньги смогу его посмотреть Без разницы мне В кинотеатре я заплачу 100 рублей за билет, грубо говоря Или так, дома за компьютером Просто посмотреть хочется Я очень люблю новые фильмы смотреть Ну, вот, когда они выходят, они там через полгода, год Когда они уже по телевизору показываются и так далее Для меня это достаточно важно Ой, скрипит тут кто-то Я уже почти доделала генеральную уборку выходного дня Осталось домыть сантехнику Я мою сармой всегда Вон, у меня тут ванна замочена Кстати, что мне не нравится в этой ванне Когда мы моем собаку Остаются все время грязные отпечатки лап При учете того, что вот, когда у нас душевая кабина была Мне было достаточно мыть ее раз в три дня В три-четыре Ну, чаще всего я даже мыла раз в неделю, если сильной грязи не было А эту ванну приходится Ну, раз в два дня точно мыть Это даже если я, ну, ребенка не купаю Время, да Все равно ее надо мыть Если купаю, то, естественно, каждый день Но все равно она очень быстро пачкается Поэтому мне это не нравится Что еще? Малыш просыпался каждый час Он, короче, спал минут сорок Потом просился на руки Потом просил есть Каждый час полтора Двух с половиной, как обычно Что-то Ну, вот сейчас вроде уснула Я думаю, он уже как следует уснула Но мама уже как раз приедет И пойдем гулять Так что я думаю, сейчас у него будет период длинного сна Потому что пока Есть две закономерности Посреди дня Артемий спит четыре часа Три-четыре Есть такой большой отрезок И в десять вечера он вырубается Может вырубиться до полдвенадцатого Может до двух Но вот в десять вечера стабильно Потому что если записываю реально Чтобы проследить Вот это вот пока повторяется И я уже это вижу Допустим, в десять вечера Специально стараюсь его покормить И он сразу засыпает Так что режим вырабатываем Какой-никакой И очень хочу вернуться к своим урокам Для этого не надо, чтобы у ребенка был режим Что-то еще сказать хотела А, я поспала вместе с малышом Мне приснилось Ну не то чтобы кошмар Мне приснилось, что я проснулась Только уже пол шестого Мама еще не приехала И Дома какой-то бардак Я пошла на кухню Вернулась Ребенок из кровати Переместился в свою кроватку Я вообще ничего не понимаю Я беру камеру, снимаю И говорю Вот что-то такое странное происходит Может это сон во сне И после этого я проснулась И на самом деле спала полчаса всего А не до пол шестого То есть я поспала там Ну это пол второго было, соответственно, до двух Короче, в последнее время Снятся достаточно часто кошмары Хотя обычно для меня это не свойственно То есть мне кошмары снятся там Не знаю, раз в полгода А вот Альшеру кошмары снятся часто И мне кажется, что Знаете, это как ребенок повлиял Я очень боюсь, что ему передастся вот это вот Посмотреть кошмары Потому что Альшер Он либо не помнит сны 99% случаев Либо он помнит свой кошмарный сон Я же каждую ночь смотрю Какие-то прикольные, интересные сны Я их запоминаю Но потом забываю, естественно Но реально у меня там Такие фантастические истории в голове Короче, у меня появился новый сорт кошмаров Это когда мне снится темнота То есть, допустим, мне снится Что я у мамы в гостях Я просыпаюсь Кто-то стучит в дверь Я хочу встать, пойти открыть Но настолько темная ночь Что я вообще ничего не вижу Я пытаюсь найти телефон Чтобы посмотреть, сколько времени И включаю его И вот у меня вместо такого горящего экрана Вот просто какой-то точкой Короче, эта тьма Она так поглощает все Как черная дыра И мне становится очень страшно Или я гуляю с собакой И темно, вечер И тут гаснут фонари И начинает вот опять эта тьма полная Кромешная опускаться У меня никогда таких снов не было То есть, просто как будто я слепна Но я не слепна Это именно темнота И несколько раз уже такое с ним Таких снов раньше не было У меня вообще излюбленные мои кошмары Я вот думаю, сколько у меня Два или три варианта Первый вариант самый популярный Это что я в лифте И лифт падает Или едет не туда, куда мне надо Или там переворачивается Куда-то уносит его Ну, в общем Ваустрофобия в лифте Это первое Это мне с детства снится И второй вариант Это что меня кто-то преследует Или кто-то ломится ко мне в квартиру Вот такой А вам что снится? Какие кошмары? Потому что вот эти два самых популярных Чтобы у меня что-то еще приснилось Не знаю Редко какие-нибудь другие варианты Вот чаще всего лифт Преследование Ну, иногда еще эскалатор Например, в метро У которого ступеньки складываются И я типа вниз падаю Или я В детстве мне снилось Что я катаюсь на лыжах И с горы падаю Но сейчас уже такого не снится Потому что я хорошо катаюсь на лыжах Более Ну, покататься бы на лыжах, конечно Короче, вот такие вот сны Это у меня свекла тут на плите булькает И сейчас я выпью эту тотему Через трубочку То я ее пью На вкус оно нормально Это не самое противное Знаете, самое противное лекарство Которое я пила Это когда в прошлом году Мне надо было пройти УЗИ Мне сказали выпить литр слабительного Перед этим накануне Я не помню, как называется это лекарство Короче, там надо было пить по чашке Каждые 15 минут Оно было таким мерзотным Что когда я делала глоток У меня шел рвотный рефлекс То есть я просто делала И у меня сразу Обратно это все Я за час выпила одну чашку Потом у меня начало колотить То есть у меня там температура уже пошла Я не стала это пить Вот это была самая мерзотная мерзость на свете Вот противнее этого лекарства Я не принимала никогда ничего А это фигня Это вкусняшка по сравнению с тем Так что все познается в сравнении Мы приехали в парк Тут такие одинокие фонари Так что мы идем и наслаждаемся Идем И наслаждаемся Ага Она вот там зеленая Она там вот зеленая А там вот загорает Там вторая половина Оказывается, что там даже кондиционер не учтен Плюс 30 это кондиционер Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы тут с Кузей сидим И сейчас будем пополнять счет на нетпринте Для того, чтобы оплатить заказ, который я вчера сделала Вот этот вот с фотокнигой и прочим Вернулись мы домой, как вы уже поняли По пути еще в Сбербанк заехали с мамой Я денег на карточку закинула Чтобы вот оплатить Потому что я не могла этого сделать Ну что это за кот вообще невозможный Пришел тут Малыша покормила, он уснул Так что теперь у меня есть час другой свободного времени По дому все у меня сделано абсолютно Поэтому буду заниматься вот этими всеми делами Надо мне еще дальше разгребать фотографии Это какой-то кошмар У меня их просто тонны Я все удаляю лишнее, удаляю, удаляю, удаляю И они все не кончаются Потому что у меня там За один день 40 селфи, из них 3 удачных Попробуй почистить это все А чистить это надо Потому что потом, позже я перекидываю эти фотографии На жесткий диск Сохраняю их И все Они там уже навсегда сохраненные Остаются в архиве И потом очень удобно искать Когда, ну за предыдущий год надо Найти какие-нибудь фотки Смотрите, балдежник Куря, у тебя там глаза уже закатились Фу, какой ты слюнявый У тебя даже на усах слюни висят от счастья Слюнь-тей Сейчас 9 вечера Позвоним на Лешер Сказала, что будет дома к 10 Ура, 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 ура Я очень рада, потому что Я люблю, когда он приезжает Не в 12, а в 9, в 10 И еще он пойдет гулять с собакой Ес Просто я справляюсь с выгуливанием Рекса вечером Но мне очень тяжело Потому что я несу ребенка при этом на руках А у меня спина жутко болит, если честно Потому что последние 2 недели беременности Очень сильно болела спина из-за живота И сейчас я его все время ношу на руках Ну как все время, ну приходится, да Иногда там держать Когда он, допустим, никак не хочет засыпать Минут 40 может сидеть на руках И статическое напряжение Это же самая жесткая тренировка И у меня просто там Ааа, моя больная спина там сходит с ума Поэтому ура, мне не надо будет выходить с ребенком на руках Сегодня вечером Круто! Сейчас приедет Алишер И мы еще пообщаемся, поболтаем А то он когда-то поздно приезжает Я все равно, правда, просыпаюсь Но я потом такая Потому что, ну, сон Я не знаю У меня после рождения малыша Не было такого, чтобы я спала дольше Чем 4 часа подряд Да, сон теперь прерывистый Ну, это нормально Я тут сижу, битый час Фотки Я уже, я сделала 2016 год весь почистила 13 и 14 у меня нормальные Вот Вот теперь 15 листаю Вот видите Это Мы с братом где-то Какой же это год? Слушайте, скорее всего Это класс 10-11, я думаю И вот такой у меня был брат А вот это 2015 год Видите, какой вымахал Высокий, большой Так что, вот листаю Можно удалить Мама Фотки из офиса лишние, лишние Это Маня, мамина кошка Кузя, Кузя, Кузя 150 ракурсов Кузи Банковские карты какие-то Это у меня шея болела Поэтому я с таким пластырем ходила Это я ввела вебинары в компании Где раньше работала Теперь там, слава богу, не работаю Ну, кстати, у меня были вот такие Кожаные леггинсы раньше Я еще хочу такие Но что-то не могу найти Я бы с удовольствием заказала их у китайцев Потому что мы с китайцами-то сотрудничаем И они нам шмотки присылают Но у китайцев все леггинсы максимум на попу 90 Ну, потому что китаянки плоские все Там основной размер это 80-85 сантиметров объема бюдера Я не вписываюсь в это Я человек, у которого есть попа Поэтому, увы, все никак не могу себе подобрать ничего-то Я буду с вами прощаться Сейчас пол-одиннадцатого Пришел Элишер домой Малыш у меня на руках Просит есть Так что пойду его спать Кормить, спать укладывать И сама уже хочу спать Так что увидимся с вами завтра Завтра будет хороший день Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok